Девушки отдыхают Для итальянцев Наполеон очень важная фигура – Джиста Тони. Его эпопея, в частности итальянская кампания, пробудила в народе стремление к возрождению, объединению наций и завоеванию независимости. Началась эпоха Рисорджименто. Немцы, как и испанцы, связывают Наполеона со взрывом национализма. Ромен Бавлеш – возникновением глубокого национального чувства. С тех пор стало формироваться представление о народе как о единой нации. Софья Панасюк. У поляков особое отношение к Наполеону. Мы благодарны ему за надежду, которую он нам подарил. Мы поняли, что можем освободиться. Он повел за собой тысячи поляков на завоевание Москвы. Он хотел вернуть нам свободу и достоинство. Замечу, что в ту эпоху Польша была поделена между Россией, Австрией и Пруссией. Легенда о Наполеоне. Часть первая. От пропаганды к мифу. Наполеон умер 5 мая 1821 года на острове Святой Елены на юге Атлантического океана. Что же сталось с легендой о Наполеоне после его смерти? Ведь легенда возникла по его жизни, по его желанию и получила широкое распространение благодаря яркому языку революционной пропаганды. Пропаганды, превратившие реальность в миф. После французской революции власти стали считаться с общественным мнением. В политической жизни огромное значение приобрела пропаганда. Нужно было убеждать широкие массы, поражать их воображение. Поэтому важно было создать впечатляющий образ. Глава государства должен уметь пленять народ. С этой целью и был создан величественный образ. Легенда продолжает жить и после смерти Наполеона. Ее передают из поколения в поколение его восторженные обожатели. Она живет в картинах и гравюрах, созданных в 20 веке бесчисленных репродукциях и на кинопленках. В наши дни легенда о Наполеоне по-прежнему жива. Ежегодно, 5 мая в Парижском доме инвалидов, проходит официальная церемония, посвященная памяти императора, приуроченная к годовщине его смерти. Это вполне понятно и объяснимо. Ведь французская армия – это оплот государства. Генерал Био. Она призвана защищать народ, служить и королю, и императору, и республике. Мы воздаем почести нашим воинам, оставившим славный след в истории Франции. После церемоний с участием французских военных появляются страны-одетые люди. Это приехавшие изо всех уголков Европы поклонники Наполеона. Они реконструируют солдат Великой Армии и Бивуаки сражения. Я приехал из Санкт-Петербурга, как и многие люди, которые приехали со всех концов Европы сегодня, 5 мая, к могиле императора. Но, несмотря на эту смерть, несмотря на то, что 5 мая – это день смерти императора, для нас он жив, и я рассматриваю себя как солдат Великого императора Наполеона. Так каждый раз 5 мая поклонники, простые солдаты, дворяне и принцы стоят плечом к плечу. Настоящие военные и реконструкторы выражают сильные эмоции, поскольку помнят о бурной радости парижан, встречавших в 1840 году останки императора, привезенные с острова Святой Елены. Через 19 лет после смерти Наполеон, наконец, дождался высших почестей. На картине Эльжена Изабе, написанной в 1842 году, изображен момент погрузки гроба с останками Наполеона на борт корабля «Бель-Поль». Художник не присутствовал при этой сцене, но вообразил ее. Ночь, туман, призрачный корабль. Мы погружены в легенду. Прах императора прибыл в Курбивуа 14 декабря 1840 года. На следующий день в сопровождении огромной толпы его перевозили в дом инвалидов. Шатабриан воскликнул. При жизни ему не хватало людей, а после смерти они все ему принадлежат. Виктор Гюго добавляет. Теперь все помнят только о временах оглушительной славы. Этот странный человек сумел опьянить историю. Слепое правосудие исчезло в лучах его славы. Народ забыл о сотнях тысяч своих сыновей, погибших на войне. О неприятеле, ступавшем по земле Франции. О казаках на Элисейских полях. О гибели надежд рожденных революцией. О резне, развязанной Францией в Калабре, Тироле и особенно в Испании. О резне, развязанной Францией. Остров Святой Елены находится в самом центре Атлантики, в Южном полушарии, между Африкой и Бразилией. По сей день единственным средством связи с миром здесь является корабль. От берегов Англии до Святой Елены плыть две недели. В то время вся Европа была очарована Наполеоном. Александр Фрихт. Он был талантливым военным, великим любовником и большим стратегом. Он проявил свое величие даже во время поражения в битве при Ватерлоу. На острове Святой Елены остались следы его пребывания. И мне, как туристу, хочется все осмотреть, чтобы лучше представить ту эпоху. Я хочу все узнать. Карл Сирони. Очевидно, что изгнание императора на остров Святой Елены способствовало рождению легенды. Его уподобили героям мифов. Хотя он до ссылки уже был окружен ореолом славы. На мой взгляд, остров Святой Елены – это крепость. Капитан Смит. Скалы, окружающие остров, исключают всякую возможность побега или вторжения врага. Святая Елена. Гроб, качающийся на волнах. Именно здесь легенда подменяет собой политику. Именно здесь наполеоновская пропаганда перерастает в миф. В 1815 году требовалось 70 дней, чтобы дойти на корабле из Европы до этого осколка вулкана. После поражения в битве при Ватерлоу Наполеон сдался в плен англичанам. С 1815 до 1821 года его считали преступником и жертвой. В Джеймстауне, столице острова, нет ни порта, ни аэропорта. Как и в 1815 году, до большой земли можно добраться только на корабле. Наполеон, увидев эту выжженную землю, сказал, «Жить здесь – невеликое счастье. Лучше бы я остался в Египте, был бы сейчас властелином Востока». Остров Святой Елены лежит в центре Атлантики, вдали от судоходных путей. Здесь около 6000 жителей, разместившихся на площади в 10 квадратных километров. Больше всего людей проживает в Джеймстауне. Наполеон провел в столице всего лишь одну ночь, после чего его на два месяца отправили в домик в долине Бриар. Затем переселили в отдельную резиденцию, находящуюся под наблюдением. Она расположена в самой непривлекательной части острова, на плато Лонгут. Давид Смолман, комендант острова Святой Елены. После смерти Наполеона его сторонники в Великобритании выступили с обвинениями в адрес губернатора острова. Они вменяли ему превышение должностных полномочий в отношении изгнанника, и то, что он сделал жизнь императора на острове невыносимой. Я думаю, что это также способствовало тому, что англичане, в конце концов, полюбили Наполеона. Но моя бабушка рассказывала мне про свою бабушку, которая пугала ее Наполеоном, когда она не хотела засыпать. Она говорила, что Наполеон придет и заберет ее. Лонгут. С 1858 года эта часть острова принадлежит французскому государству. Наполеон III уговорил королеву Викторию продать то место, где страдал его дядя. Здесь все лаконичное и волнующее. Вот китайский домик, где пленник любил проводить долгие часы в одиночестве. Этот сад был разбит по плану Наполеона в 1819 году. Он вернулся было к любимому занятию своей юности – земледелию. Но уже в начале 1820 года он охладел к своим грядкам и стал все реже выходить из дома. Через отверстия в ставнях он с помощью лорнета следил за передвижением противника. Перед ним раскинулся скромный пейзаж Алонгвуда. Под этим деревом он вспоминал о былом могуществе и об ускользнувшем счастье. На этом бильярдном столе он раскладывал свои карты и одно за другим анализировал свои сражения. Ему внимали Гурго Ласкас, Монталон и Бертран. Они заново переписывали историю. Здесь Наполеон выиграл свою самую главную битву. Перед вечностью предстал человек, ратующий за установление мира, всеобщего порядка и справедливости и втянутой, помимо воли, феодальными державами в нескончаемую череду войн. Перед смертью он переживал сильный упадок сил. Ночами спал все меньше и меньше. Его мучила бессонница. Днем его ждала вынужденная сиеста, и он от безделья часами плескался в горячих ваннах по нескольку раз в день. Скука, никаких планов на будущее. Лонгвуд пустеет, круг приближенных сокращается. Ослабленный болезнью, выслушивающий бесконечные придирки губернатора острова, англичанина Хадсона Лоуа, император постепенно превращается в страдальца, романтического героя, преследуемого несчастьями. Он заявляет, «Моему образу недоставало только одного – невезения. Я носил императорскую корону Франции, итальянскую железную корону. Теперь вот получил от Англии еще одну, самую величественную и славную. Ту, что носил сам спаситель – терновый венец». КОНЕЦ Тело Наполеона Бонапарта было погребено в долине, которая очень нравилась пленнику, и которую он называл «Долиной Герань». 19 лет спустя тело эксгумировали, перевезли во Францию и поместили в крипту в доме инвалидов. Легенда продолжает шириться, дополненная рассказами его преданных друзей. Участники событий начинают идеализировать недавнюю историю. Тем более, что во Франции и Европе начинается эпоха реставрации и Священного Союза. Будущее теперь определяют сторонники старого режима, вернувшейся к власти. Шатабриан восклицает. Скатиться от Бонапарта и империи к тем, кто пришел на его место, значит рухнуть в пустоту, низвергнуться с вершины горы в пропасть. Нет больше завоеваний Египта, битвы Примаренга, Аустерлице и Йене. Нет никакого бегства с острова Эльба. Что же осталось? Одни паяцы, пригодные для комедии гениального Мольера. КОНЕЦ В основе легенды лежат сводки боевых действий. Это было во время Первой Республики, эпохи энтузиазма, надежд и мальчишеской жажды приключений. Бонапарт на мосту Дарколь, Антуан Гро. Одной из первых картин, положивших начало созданию мифа, стало известное произведение Антуана Гро, написанное в 1796 году, сразу после битвы. Герою пришлось много раз позировать художнику. На этом полотне, явно созданном ради пропаганды, изображен молодой генерал революции, готовый жизнь отдать ради Родины и свободы. В 20 веке сотни кинолент посвящались этой славной эпопее. Среди кинообразов Наполеон Абеля Ганса в фильме 1925-1927 годов. В период между двумя войнами Абелю Гансу удалось сыграть на патриотических чувствах, прославляя идеалы французской революции. Солдаты! Вы плохо одеты, голодны. Правительство давно не платит вам жалования. Ему нечего вам дать. Отвага и терпение, которые вы показали среди этих скал, достойны восхищения. Но они не принесут вам никакой славы, никакого блеска. Солдаты! Солдаты Италии! Вы славные воины! Я верю в вас! Вдохновленная легендой произведение Абеля Ганса вызвало в свою очередь новую волну признания. Для многих лицом Бонапарта стало лицо Альбера Дьендане, снявшегося в его роли. Могущество мифа превращало людей в одержимых. Жан-Луи Гардетт. Лично я увлекаюсь историей костюма, создаю костюмы и очень тонко чувствую замысел Абеля Ганса. Он хотел с помощью детально проработанного исторического костюма воздействовать на воображение людей и помочь им представить героев прошлого. Абель Ганс заставлял Альбера Дьедане перед съемками несколько поупражняться саблей, чтобы тот привык к ней, не задевал артистов, никого не поранил, а еще для того, чтобы показать, что это был предмет повседневной жизни. Эта деталь придает естественность и делает образ убедительней. на самом деле сражение при Арколе едва не закончилось плачевно для Бонапарта и французов, которые были отброшены на юг. Солдаты три дня сражались на болотах с 15 по 17 ноября 1796 года. Французы были вынуждены покинуть Верону, им пришлось прорываться назад. Они понесли большие потери, однако Бонапарт решил перейти в наступление там, где его не ждали. Для этого соорудили понтонный мост. Войска противника не могли продвигаться по болотистым местам, не могли занять боевые позиции. Требовалось во что бы то ни стало препятствовать соединению двух австрийских армий. Одна часть окопалась в Мантуе, другая продвигалась из Тироля под командованием фельдмаршала Альвийцы. Бонапарт схватил трехцветное знамя и бросился на мост, не страшась пуль врагов, от которых его укрыл адъютант. Он закрыл его своим телом и погиб. В это время Наполеон упал в реку, его могли схватить австрийцы. Город Арколь был взят лишь два дня спустя. Прошло уже восемь месяцев, считая с 23 марта 1796 года, с тех пор, как Бонапарт принял командование франко-итальянской армии. Ему не было и 27 лет. Но про знаменитый прорыв, благодаря которому удалось отбить у англичан Тулон, в 1793 году помнили все. В это время он подружился с братом Робеспьера. После переворота 9-го термидора Бонапарта на несколько недель заключают в форте Антибах как сподвижника Робеспьера. Да здравствует король! Да здравствует король! Да здравствует король! В самом центре Парижа, напротив церкви Сен-Рош, 13-го Вандемьера 4-го года, то есть 5-го октября 1795 года, происходит мятеж рейлистов. Над республикой нависает серьезная угроза. Баррас, один из врагов Робеспьера, обращается к Наполеону с просьбой подавить мятеж. Прозванный в шутку генералом Вандемьером, Бонапарт попадал под покровительство Барраса. Баррас раньше был Виконтом, одним из глав директории. Внезапно разбогател и купил себе замок Горбуа. Он познакомил Наполеона с одной из своих любовниц, Жозефиной, вдовой Виконта Багарне. Наполеон, мелкий дворянин с Корсики, оборванец, влюбился в загадочную даму благородных кровей, несмотря на то, что она была старше его на 6 лет, и женился на ней. Сразу после этого он стал генералом и командующим итальянской армии республики, находящейся в плачевном состоянии. Что здесь происходит? Это ад. Свобода не допустит предательства. Эта армия состояла из 35 тысяч пехотинцев и 4 тысяч кавалеристов. Солдаты страдали от голода, занимались мародерством и забыли про дисциплину. Именно они воевали с австрийцами с 1792 года. Эта армия должна была удерживать австрийцев и итальянцев. Основной удар должны были нанести в Германии Журдан и Моро. Но они потерпели неудачу. А победы Бонапарта в Италии изменили планы французского правительства. Города Монте-Ноте, Мелезимо, Дего, Мондови и Пьемонтцы повержены. После победы при Элоде австрийцы отброшены из Ломбардии. Наполеон торжественно входит в Милан. Во время итальянской кампании он удивил многих. Он широко применял дивизионный принцип. Был блестяще осведомлен, прекрасно планировал свои операции и перемещался со своими солдатами очень быстро и в неожиданных направлениях. Мог быстро сконцентрировать силы и нанести удар врагу. Это был пример молниеносной войны, с которой мир столкнулся еще раз в первые годы уже Второй мировой войны. Австрийцы угрожают мне с левого фланга. Я перемещаю туда свои силы, а именно дивизион Массена, прибывший для подкрепления из Вероны. Я использую все резервы. Я должен уметь отразить любую атаку. Если австрийцы решат нанести удар еще где-нибудь, я должен буду их сдержать любой ценой. Тони Густо реконструирует с помощью оловянных солдатиков битву при Револи, решившую исход всей итальянской кампании. Сражение началось в 4 часа утра. Вначале австрийцам противостоял только генерал Жубер. Я приехал сюда сегодня для участия в реконструкции битвы при Револи. Это было очень тяжелое сражение. Наполеон следил за ней час за часом, но именно благодаря генералу Массиене, прибывшему с подкреплением, удалось выиграть этот бой. Австрийцы были полностью разбиты Марку Зампани и пытались отступить в Мантую. Я представляю дивизион Мюрата и жду приказа преследовать их и взять в плен. Ливи! 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 После поражения при Револи австрийцы, отброшенные в Мантую, сдались Бонапарту. Они потеряли в этой кампании 37 тысяч солдат убитыми или взятыми в плен, а также 60 пушек. Путь в Тироль и Австрию был открыт. Перейдя через Альпы, французы оказываются в 100 километрах от Вены. Бонапарт вынуждает Австрию подписать перемирие и мирные соглашения Кампо Формио. Молодому генералу удалось подарить Франции то, о чем все мечтали пять лет. Мир на континенте. Бонапарт был не только военным, но еще и тонким политиком. Он сразу понял, что судьба нации и всего мира зависит от него, его сподвижников и армии. Он тщательно создает свой образ. Солдат, беспощадный к врагам Франции, но милостивый к своим людям и к народу. Он становится мастером пропаганды. Он приказывает издавать газету «Курьер итальянской армии», которая бесплатно распространялась среди солдат и во Франции. Все читали о генерале с простыми вкусами, который презирает любую диктатуру, роскошь и совсем не походит на других глав директорий. На самом деле, Бонапарт издает эту газету на средства, которые приобретает в своих походах. В перерывах между компаниями он отдыхает в самых роскошных замках на севере Италии вместе с Жозефиной и своей свитой. Конфискация шахтов Идрии приносит ему миллион франков, что составляет 26 миллионов нынешних франков. Солдаты, у вас нет ни обуви, ни одежды, ни хлеба. Наши обозы пусты. Лавки врага ломятся от всякого добра. Вам надо завладеть им. Я приведу вас в самые плодородные долины мира. Под вашими сапогами окажутся и богатые провинции, и большие города. После каждой победы взымается контрибуция. Пьемонцы дали 3 миллиона, миланцы и герцог Пармский по 20 миллионов и 20 полотен великих мастеров. Папаимский 15,5 миллионов золотом и серебром. Венецианская республика, прежде чем прекратить свое существование как государство, должна была заплатить 3 миллиона в вещественном выражении, то есть 5 кораблей, 20 картин и 500 древних манускриптов. Вы полагаете, что я одержал победу в Италии ради величия идеологов-директории? Думаете, это все ради укрепления республики? Что за выдумки? Это все химеры, которыми переполнены французы. Нации нужен вождь, овеянный славой герой, а не красивой теорией, пустые фразы и выступлений идеологов, от которых ничего не дождешься. Я уйду из Италии, чтобы сыграть во Франции роль, похожую на ту, что я играю здесь. Он станет играть эту роль, но не после возвращения из Италии, а через два года, после египетской кампании, которая продолжит легенду о нем. Завоевание Египта необходимо было осуществить, чтобы ограничить английскую экспансию на Востоке и перекрыть им путь в Индию. Все закончилось поражением, но Бонапарт стал легендарным героем, прошедшим по следам Александра Македонского. На самом деле, французские войска были остановлены в своем продвижении на Восток, в Сен-Жан-Д'Арк. История умалчивает о том, что во время этой кампании Бонапарт расстрелял три тысячи пленников, которых не мог больше содержать. Уничтожить три тысячи человек сегодня это расценивалось бы как военное преступление. Полковник Бернетт. Но в ту эпоху это считалось обычным делом. Бонапарт возглавлял небольшой отряд, окруженный враждебной природой и людьми. Если бы он освободил пленников, они тут же стали бы в ряды его противников. Если бы он оставил их у себя, то их надо было бы кормить, охранять. Но это было невозможно. Сил не хватало даже для обороны. Он предпочел думать о своих солдатах, а не о пленниках. В этом был весь Бонапарт. На картине Антуана Гро «Бонапарт, посещающий замученных в Яффе», представленная в 1804 году на выставке, изображен добросердечный правитель, наделенный всеми талантами и высшей властью. Бонапарт прикасается к чумным бубонам. Этот жест напоминает о легендарных французских королях, способных вылечивать золотуху своим прикосновением. На самом деле, генерал, отступая, бросил своих заболевших солдат. Но прежде он распорядился дать им смертельные дозы опиума. Отдать такой приказ для военного командира – это дело совести. Не все дозы оказались смертельными. Некоторым солдатам удалось выжить. Их подобрали англичане. Они их выходили, накормили и впоследствии стали использовать для пропаганды. Они показывали, что генерал Бонапарт чудовище, что он способен предать своих солдат. Тем не менее, во Франции легенда разрастается. Лучшие умы готовы были признать в Наполеоне Бонапарте духовного наследника суверенов Старого Режима. В общественном сознании французов зреет мысль о необходимости крепкой власти, поддерживающей перемены, последовавшие за французской революцией. Коронация императора Наполеона I Жак-Луи Давид Огромная картина Давида размером 6 на 10 метров это настоящий шедевр, один из видов пропаганды, но при этом скрытое изобличение маскарада. После того, как император сам надел себе на голову корону, он обернулся к своей супруге Жозефине. Властитель и суверен охвачен порывом милосердия и милости к окружающим. Но за всей этой полной внешнего величия и гармонии сцены мы видим целую галерею портретов, написанных в стиле Гои. Под пестрыми одеждами мы узнаем людей, нажившихся на революции. Два бывших консула Лебрен и Камбасерес, вот усмехается Толеран, бывший епископ, бывший президент Национальной Ассамблеи, будущий князь Бенетренский. За сестрами Наполеона стоят рубаки итальянской иерейнской армии. Мюрак, сын трактирщика, сводный брат Наполеона, будущий король неаполитанский. В центре находится мать новоиспеченного императора, хотя на самом деле она не захотела участвовать в церемонии. Она у Давида напоминает не то божество, не то призрак. Для республиканца нет высшего спасителя. Макс Агало, Наполеон тоже не является высшим спасителем. Его часто обвиняют в том, что он совершил переворот. На самом деле его выступление было направлено против восстановления монархии. Ошибочно считают, что он восстановил привилегии для знати. Это не так. при нем богатство и знатность приобретали даже простолюдины, наделенные талантами. Его обвиняют в том, что он восстановил монархию. Но эта монархия получила поддержку французов. В монархической Европе Наполеона всегда причисляли к якобинцам, заявляют, что он восстановил рабство, и это правда. Это черная сторона нашей истории. Но время было такое. Рабство отменили лишь в 1848 году. Даниэль Бокман, писатель. Установление рабства в 1802 году явилось следствием слишком больших свобод и вседозволенности провозглашенной революцией в 1794-1802 годах. Люди отказывались подчиняться, их повиновения надо было добиваться. Мужчины, женщины и дети гибли при вооруженных столкновениях с властями. В этом заключается главное преступление Наполеона Бонапарта против человечества. История одна на всех, человечество тоже. Помня об этом, я не испытываю к Наполеону Бонапарту никакой любви, а только глубокое презрение, если не сказать ненависть. Убийца! Убийца! Это произошло за 5 лет до коронации, 18-го Брюмера, то есть 10 ноября 1799 года. Наполеон пришел к власти, стал первым консулом. После государственного переворота народу предложили высказать свое мнение путем референдума. 3 миллиона человек выразили одобрение новым режимом. 1600 человек высказались против. Общественность успокоилась, но с этого момента первый консул все решал единолично. 1800 год. Снова война. Перемирие с Австрией не продлилось и двух лет. Печальное наследство, доставшееся в наследство от директории. Угроза надвигается на границе Савоя и Эльзаса. Подобно Ганнибалу первый консул переходит через Альпы со своей армией. Этот момент отражен на картине Давида. На самом деле Наполеон Бонапарт прибыл к перевалу Гранд-Сен-Бернар на след. По ту сторону Альп он совершенно случайно встретился с австрийцами в селении Маренго. Его войска были рассредоточены. Он подставил себя под удар. Для него одно поражение в бою означало конец его политической карьеры. В конце концов ему на подмогу подоспел Дезе, который почти сразу же победил, но была одержана победа. Когда Наполеон узнал о смерти Дезе, он воскликнул «Почему мне нельзя плакать? Переход через Альпы, победа при Маренго, завоеванная дорогой ценой переживания первого консула, все это широко популяризируется, что устраивает и Наполеона, обладающего сильными амбициями, и народ, жаждущий красивых историй. Однако лишь в Баварии в декабре 1800 года французы одержали окончательную победу в войне против Австрии. Командовал армией не Наполеон Бонапарт, а генерал Моро. Его победа и вынудила австрийцев подписать мир в Люновиле, а год спустя в Амьене было подписано и мирное соглашение с англичанами. Французы с победой вышли из революционных войн, длившихся 10 лет. Мир вне страны, порядок внутри. Наполеон создает административную систему, которая существует во Франции и по сей день. Это сильное государство было построено на принципе централизации, о которой могли лишь мечтать монархи старого режима или якобинцы второго года. Пополнялась государственная казна. В 1801-1802 годах удалось сбалансировать национальный бюджет. Установлена общая валюта франк-жерминаль, который был в ходу вплоть до 1914 года. Пьер Жокс Наполеон создал строгую иерархическую систему административного управления, основанную на принципе централизации. Это было необходимо для Франции, в которой после революции царил беспорядок. Самое удивительное, что система просуществовала целых полтора века. ее преимущества очевидны, особенно для периода реорганизации общества и существенного изменения законодательства. Но были и недостатки. Демократия на местах укреплялась очень медленно. Но точный расчет и четкая организация наполеоновской системы так высоко ценились, что даже третья республика не осмелилась что-либо изменить, хотя в 1871 году вышел новый закон о департаментах. а в 1884 году о коммунах. Республика была установлена, а демократии на местах не было. Так проявлялся гений Наполеона. Он умел все организовать, но, будучи тираном, стремился не допустить абсолютно никакой демократии. Эта жестко централизованная система потребовала увеличения числа государственных служащих, чьи функции не были строго определены. Французы уже побывали и подданными, и гражданами, а теперь им предлагалось стать элементами административной системы. У ассамблеи не было реальной власти. Префекты в департаментах полностью отражали волю первого консула. Во многих префектурах открывали лицеи только для того, чтобы организовать молодых людей. там царила военная дисциплина. Носили мундиры, просыпались по сигналу трубы, ни учителя, ни руководители учреждения не имели права жениться. Сегодня в Сен-Дени, в учебном корпусе почетного легиона, можно увидеть воплощение идей Наполеона в области образования. воплощение. воплощение воплощение главный канцлеру. В чем назначение Франции? В ее величии. Если бы мы утратили наше величие, то нация очень быстро потеряла бы свое лицо. Величие Наполеона подтверждается монументальными памятниками, которые водружаются повсюду в республике. Он дает работу безработным, и в городских трущобах утихают волнения. Но шедевром наполеоновского законодательства можно считать Гражданский кодекс, основанный на римском праве и некоторых положениях старого режима, а также включающий главные принципы декларации прав человека. Гражданский кодекс создавался идеологами революции при непосредственном участии Наполеона в течение 57 сессий продолжительностью по 5-6 часов каждая. Так Наполеон стал идеологом национального согласия. Выражением доброй воли по отношению к старому режиму считалось подписание договора о согласии с Папой Римским, положившего конец противостоянию революционеров и католиков Однако кое-кто остался недоволен новой властью К ним применяли репрессии Человека объявляли якобинцам участвовавшим в заговоре и заключали его в тюрьму либо казнили Полетели головы райлистов Кадудаля и его сподвижников Разыскали за границей и схватили герцога Ангенского который был расстрелян в Венцене 21 марта 1804 года Впрочем многим удалось воспользоваться преимуществами нового режима отмены привилегий установлением порядка и стабилизации Франка Нам нужен король который сидел бы на троне потому что я предприниматель у которого была бы корона потому что при нем я получил бы место Чтобы революция закончилась надо чтобы у власти стоял король созданный самим народом который строит свою власть не забывая о наших правах заявлял Шампани будущий министр такой король рожденной самой революции гарантировавший всеобщее равенство перед законом и налогами уже существовал это был первый консул потом пожизненный консул Наполеон I император всех французов сам назначивший себя таковым в присутствии папы 2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери Я обещаю править в интересах счастья славы и благополучия французского народа Я поднимаюсь на трон куда меня единодушно призвал Сенат народ и армия Мои потомки надолго сохранят этот трон Операторы Ричард Хамон Эрван Лефер Автор сценария Гуйбрус Мих Кристоф Олрайт Режиссер Эрве Перно Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа ТПО Ред Медиа